Всем приятной жизни, это шашлык, и мы продолжаем играть в Веньмака 3. Так, мы залутали чертежи интересные. Сердитые заметки, обычный предмет, содержит полезную информацию. И как его посмотреть? И за каким дьяволом должен я идти на смерть ради Темерии? Пап, появи за неё три. Так, ладно, это неинтересно. Сожжённые бумаги, а чё-то я не понял, а где чертежи, которые я... Они, наверное, в ремесле? Они, наверное, в ремесле. Вот, да, стальной меч школы ЗМИ. Кстати, у нас всё есть. Нам бы этого оружейника найти, слушайте. 15 шанс вызвать отравление. Опять дополнительный опыт за смертельный удар по человеку. И ещё в него можно вставить будет этот меч школы ЗМИ. Слушайте, а чё, неплохой меч, как по мне. И не слабые урона он добавляет. Меч из Дорна, так-то фигня. Вот это вот тут куда круче. Так, а кто ж его, где ж мне найти этого? Ну ладно. Это всё хорошо. А где этот самый в таком случае? Где? Протокол допроса. Разбитый монокль. Так, а где же доспехи школы ЗМИ? Там ещё было чё-то. Или это мне в журнал добавилось? А, вот, задание дополнено. Да, это мне добавилось в журнал. Ага, найти этот. Всё, понял. Обыскать, просчитать протокол, насти останки кольгрима. А ну-ка, давайте-ка сходим сейчас на вот это задание. Где оно у нас? Где оно? Правда, там шестой уровень, но ничего страшного. Блин, оно у нас на самом деле... Вот тут вот у нас Йеннифер, а вот тут вот этот. Так, ладно, фиг с ним. Давайте пока не туда пойдём. Ну, в смысле, этот квест пусть пока активный будет. Пусть пока будет активный. А мы с вами пойдём вот туда вот, на вот ту метку. Только тут сейчас главное не упасть и не разбиться. А то я такой товарищ, что могу это сделать. Блин, ещё мне бы оружейника найти. Ну, ладно. Оружейник пишет в Неллигардском гарнизоне есть. Ну, ладно, сделаем. Найдём оружейника там. Сейчас пока по вопросикам побегаем. Ой, жалко, что ты по арду, да? Этот второго уровня не такой... Да блин, скотина, задолбали они блокать мои удары. Вот это я ему чётко снял, конечно. Во, минус две ноги. Так, что тут у вас интересного? Флорин и Неллигардский длинный меч. Кстати, насчёт мечей. А ну-ка, чё у нас есть? Вот, стальной меч есть даже. Плюс четыре этого. Тот у нас поломанный. А мы сейчас оденем вот этот вот. И нормально. Первого уровня. Шмотка тоже. Нормалёк. Урон сколько у него? 28-34. Вон, есть и Неллигардский длинный меч такой же. Так, ну ладно, это всё хорошо. Рунные камни все эти я пока не буду вставлять никуда. О, нормально захоботили. О, бутылочка воды. Ржавый, ещё один меч. Так, давайте захаваем ласточку, пожалуй. Она нас регенит. Так, тут получается очень много мест с дезертирами, да? А вот здесь это было шняга. Чё, давайте вот сюда ещё на этот, на мостик гоняем. А ну-ка, платва, сколько тут метров? У нас 200, ну, давайте 200 метров. Платва, давай сюда, короче, и побежим сейчас где-то тут. Вот ты, да? И побежим, короче, сейчас туда на мост. И побежим сейчас на мост, и побежим сейчас на мост. Блин, платва, ты тут спрыгнешь? Или ты, ну его нафиг лучше, да? Ну его лучше нафиг. Хотя нет нам в ту сторону. Ну, давайте вот тут вот обойдём. Чем там прыгать, я думаю, вот здесь. Хотя тут всё равно придётся прыгать. Ну, платва, давай, вперёд. Да я и вообще дофа... Ой-ё, а здесь, походу, мы зря, я спрыгнул. Мне надо было как раз... Блин, фак, ой-ёй-ёй. Вот отстой, вот это вот мне не нравится, то, что такой ландшафт. Не, ну я, конечно, понимаю, что если бы они сделали просто прямую игру, прямую это... Это было бы совсем неинтересно. Тут базара нет. Я с этим согласен. Другой вопрос, что... Вот здесь вот всё вот так. Так, так тут контрабанду мы нашли. Естественно, мы им подошли не с той стороны, с которой дырки. Ну, кто бы сомневался, что мы подойдём с той стороны. Никто и не сомневался, что. Теперь попробуй залезть. А чтоб залезть, нужно отплыть, блин, 500 метров, да? По-любому. О, вон, кстати, бочонок. Чё за бочонок? Это, по-моему, кстати, бочонок, который взрывается. Да, вот видите, он загорелся. Бум. Помню, такие бочонки, прикольная тема. Ну, охренеть, блин, реально теперь, чтобы зарезть. Ну, вот зачем они так делают? Ну, для чего? Кому это надо, а? Неужели вот это интересно? Вот создатели. Я всё понимаю. Ведьмак, крутая игра, вся фигня. Но вот это вот с этим вы лоханулись конкретно. Это реально портит. Это вот реально портит впечатление от игры. В том плане, что вот у тебя реально, вот тебе надо залезть, да, тупо. Но ты вынужден, сука, бежать хрен знает куда. Хрен знает куда ты вынужден бежать из-за того, что вот ты вот упал где-то. Всё. Это вот для чего вообще сделано? Это вот я не понимаю этого. Не, вот это вот говно. Это кусок говна. Это недоработка. Я не знаю, как хотите, называйте. Но вот то, что я не могу вот в этом месте залезть, хотя тут реально залезть. Это меня бесит. Я так не люблю, когда вот такая вот херня. Вот в любых играх. На мой взгляд, игры уже давно переросли то состояние, когда, ну, как бы, вот такие вот преграды создаются, да, которые на самом деле не являются преградами. Ладно, если бы это была отвесная гора, на которую реально не залезть. Но тут, блин, холмик, да, и ты на него не можешь залезть. Ну, нахрен это надо? Вот. Не понимаю. Вот хоть убей, не понимаю. Вот пришел я не с той стороны, да, все, писец, иди, хрен знает куда, обходи, как хочешь, иди через Москву. Ну, вот кому это надо? Это никому не надо. Я, это хрен полный. О, кстати, шнурок там этот самый, и маслица. А, по-моему, еще с той стороны было интересно, что-то, да? Да, вот этот уже тоже тюк, чесундук. Аметис же, чужина, слиток серебра, нормально. Так, ну все, нормалек, еще один вопросик обследовали. Еще один вопросик обследовали. Че, куда теперь отправимся? Куда теперь отправимся? А, вот тут, собственно, еще вопросик. Сколько до него? 60 метров. Побежали. Опустевшее оселение. Че это такое? Свечник. Сжалый меч. Тут, по-моему, у этих штук со спины что-то лежит, нет? Я путаю, может. Не понимаю. Так, короче, какая-то лажа стоит, какое-то святилище. Непонятно, что с ним делать. Ну, а тут в лесу, скорее всего, будут опять селения этих, не бандитов, а животных, которых я не смогу убить, естественно. Потому что, ну, потому что тупо не смогу, потому что у меня нету бомбочки такой, которая мне нужна. Так, ну, пришло время серебряный меч. Так, утопцы, 3 пилот. А че ж я арт не кастану? Ну, охренеть, блин, я его кастану, когда уже... Да вы, мрази, вы захренели, блин! Ни хрена себе они меня задания. Отжиматься за такое я не хочу. Вот. Чувствую меня часто будет. Это все-таки не Skyrim. В Skyrim'е там мы с ядерным оружием, все дела там, изи. Вот. Здесь как-то че-то вообще не возникает желания потеть. Ну, то есть, желание потеть-то как раз-таки возникает, но... Ну, может быть, потом... Вот видите, они как сетами пошли, да? Такие, толпой. Ну, вот че это за говно? Блин, да что ж у меня так долго восстанавливается этот сраный, обоссанный возможность кинуть... Не, ну мы, кстати, разобрались с ними. Ласточка-фигясточка, ласточку не кастанешь. Так, ну ладно. Че тут за сокровище-то под охраной? Это вот это сокровище. О, циндрийский гамбизон нашли. А вот это интересно, циндрийский этот гамбизон. Броня плюс 7, это легкий доспех. А на мне сейчас какой доспех? На мне средний доспех. Давайте легкий. Легкий, по-моему, быстрее перезаряжаются эти. Блин, он, конечно, ущербно выглядит, но ничего страшного. Пока походим в таком ущербном доспехе нормально. Блин, я только не понимаю, почему первоуровневую шмотку охраняют эти... Охраняют, блин, третьеуровневые эти. Или какие они были? Утопцы. Так, ладно, давайте медитнем чуть-чуть, чуточек. Медитнем, и я выпью ласточку. Пусть пока меня хилят, а сам пойду дальше. Зайди на тот знак вопроса. Это ты имеешь в виду какой? На который я решил не идти? Вот этот вот в лесу? Ну ладно, схожу. Если там сейчас будет гнездо, я тебя нафиг забаню. Ну я шучу, конечно, но блин. Просто гнездо мне пока нечем взрывать. Вот. Гнездо мне пока просто нечем взрывать. Ну сбегаем, тут в принципе нет. Ну, плотва, что ты перепрыгнуть не можешь. Но пошла. Медалья дрожит, это место силы. Охереть, это медведь, а не место силы. Ну и хрен ли ты промахнулся по медведю? О, красавчик я. Да как ты по нему можешь промахнуться-то? Геральт. Ай, скотина, блин. Еще и меня скинула, мразь. Так, ну ладно, пофиг. Пол хп-то мы ему сняли. А мишанька-то вообще... Не, ну мишанька неуклюжий, его можно за спиной у него держаться и в принципе... Так, он меня... Ай, он меня опять куснул. Слышь, мишаня. Ай, он меня сильно куснул! Так, давайте, во-первых, ласточку себе бухнем, а во-вторых, давай этот знак, знак, знак. Слушайте, а че я его не могу брать? Да блин, задолбал ты меня. Так, щас, 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 щас. Не, мы его, видимо, с лошади рубить, потому что так это че-то какой-то бренд. Мы его че-то по 5, по 12 вообще, короче. А, может быть, его как раз шифтом надо? О, шифтом. Блин, ну он меня пробивает. Да ёпте, блин! Где мой Аарт, сраный? За спину ему, Геральт. За спину, говорю. Да за спину, говорю! Опять Аарт. За спину. Да где моя эта шляпа? Что ж он так долго? Знаки восстанавливаются. Это же вообще невозможно так играть. Ох, нихера себе! Хорошо, что я был под Аардом. Не, ну это лютый какой-то трэш просто с этим медведем. Аарт, Квент, да хоть, блин, их не мне насрать. Я буду щит называть Аардом. Понятно всем или нет? Или мне нужно кому-то отдельно это объяснить? Давай, руби его уже нахрен к чертякам собачьим! Есть! Фух, это было тяжело. Магия, это место силы. Что за место силы? О, вы получили одно очко умений. Наконец-то! Это я что-то могу. И мощь знака Ирден усилена. Так. Получив определенное число очков опыта, герой получает следующий уровень. Очки опыта начисляют за убийство чудовища и выполнение заданий. Так, понятно. Развитие персонажа, очки умений. С каждым новым уровнем вы получаете очки умений. Их можно расходовать на приобретение новых умений. Или на улучшение имеющихся. Вот так, окей. Цвет умения показывает, указывает на ветвь, к которой оно относится. Развитие персонажа умения. Выберите умение, которое хотите развить и щелкните по нему. ТБДМ, ТБДБДМ, ТБДБДМ. Так, ну давайте смотреть. Значит, у нас есть одно очко умений. Это, я так понимаю, красный. Красный это рубиловка, да? Что тут этот самый? Быстрая атака. Увеличивает урона быстрых атак на 5%. Прирост очков адреналина на 1%. Я, кстати, до сих пор ни хрена не понял, что мне дает вот этот прирост адреналина. Он что-то там добавляется, но что-то оно особо как-то ничего. Каждый увеличивает урон, наносимый вашим оружием. Вот, вот тут вот понятно, что оно увеличивает на 10%, да? Получив урон, Веримаг теряет на 20% меньше адреналина. Прирост очков адреналина. Молниеносные рефлексы, работа с арбалетом. При наведении арбалета время замедляется еще на 15%. Ля, такая есть целая ветка арбалета. Можно попробовать прокачать арбалет. Но я не буду, конечно, арбалет качать. Вот, но в целом прикольно. Так, мощную атаку брать не будем. Это что такое? Защитная техника школы волка. Школы волка, блин. Отражение отражает стрелы при парировании. Прирост очков адреналина 1%. Так, ладно, что у нас из синего? Вот, знаки, 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 знаки. Так, как там называется наш арт? Арт, это телекинетический удар. Это огненный шквал, это ловушка. Квен. Щит, который держится до тех пор, пока не полгодит 128 от максимального уровня здоровья. Вот, знак Квен. Так, Квен. Взрывной щит Квен. Когда щит Квен разбирается, то отбрасывает врагов. Восстановление энергии в бою плюс 0,5 в секунду. Вот, вот это вот мне надо. Вот мы возьмем Квен. Да, купить. Вы действительно хотите? Да, я хочу Квен взять. Чтобы умение подействовало, активируйте его, поместив в доступную ячейку умений. А, он тут как? Да, да, да. В любой момент можно отключить одно умение и активировать вместо него другое. Ля, прикольно. Я уже и забыл. Так, ну бомбы всякие, это все, конечно, прикольно, но пока не этот. Это что такое? То есть, это алхимия, это умение. А что это за умение? Нсинг. На 500. Так, это что такое? Днем. Днем в небое здоровье восстанавливается на 10 очков в секунду. Быстрее ночью. Так, ну это я не знаю, это вообще работает или нет. Каждый элемент легкого доспеха увеличивает критический урон на 25%, а урон от быстрая атаки на 5%. Ля, вот я буду с легким доспехом однозначно ходить. Это 100 пудов. Вот. Так, инстинкт. А ну-ка, техника школы кота есть, да? Это от легкого доспеха. От среднего доспеха идет грифон, увеличивает мощь знаков на 5%, скорость восстановления энергии на 5%. Ля, тоже, кстати, не прохой. Слушайте, а может быть мы будем со средним доспехом тогда ходить? Потому что скорость восстановления энергии и мощность знаков на 5%. А может я буду со средним ходить? А ну-ка, каждый элемент тяжелого, максимум очкового здоровья и урон от мощной атаки. Так, ну вот я думаю, наверное, все-таки я со средним тогда доспехом буду ходить, а не с легким. Слушайте, потому что мне вот эта вот техника школы грифона очень нравится. Так, а что тут еще? Максимальный уровень интоксикации. Так, ну это меня не интересует. Это что? Также выбрасывается адреналин. Если уровень энергии слишком низок, знаки можно накладывать за счет... О! И вот это вот мне надо будет. То есть нам надо будет вот это вот взять штуку и вот эту вот штуку взять. Вот, но это может быть потом. А это что такое? Мутаген, полуденец. Это куда можно вставить сюда? Не знаю. Так, ладно, пофиг. Так, слушайте, много у нас умений, а мы тут играем уже полгода и только одно вообще нашли. Не, ну в целом ничего. Так, вы нашли мута, используйте его, чтобы улучшить умения. Или приготовить особое зелье, которое называется мутагенным. Откройте окно персонажа, чтобы узнать больше. Умение персонажа, медитация. Так, я, пожалуй, помедитирую чатик. Так, давайте бухнем ласточку. Запьем ее бутылкой водички. Ненормально. Вот, и сохранимся. Блин, ну с медведем, конечно, был тяжелый бой. Я не понял, почему мы его не пробивали. А вообще все бомбят ведьмаки пишут. Так, ладненько, ребятки, давайте я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.